Тем временем боевики группировки «Исламское государство» угрожают теперь и России. Террористы выложили в интернет видеозапись, где они заявляют о своем намерении развязать войну на Кавказе. Подробности Анастасии Назаровой. Боевики экстремистской группировки «Исламское государство», как оказалось, не ограничиваются угрозами Соединенным Штатам и Бараку Обаме. От убийства заложников они пообещали перейти к масштабным боевым действиям, развязать войну на российской территории, в Чечне и на Кавказе. Видеообращение террористов опубликовал телеканал «Аль-Арабия». Запись, судя по всему, сделали на одном из захваченных сирийских аэродромов, где боевики демонстрируют захваченные истребители, мощью которых и угрожают. Есть определенные силы, которые поджуживают всех подряд. Какие силы, это понятно. Про западные, вот эти ясны, все начинают с Соединенных Штатов и европейские страны, которые сейчас стараются натравить любых собак на нашу страну. Глава Чеченской республики ответил на угрозы террористов в своем аккаунте социальной сети Instagram. Я со всей ответственностью заявляю, что тот, кому пришло в голову высказать угрозу России и произнести имя президента нашей страны Владимира Путина, будет уничтожен там, где он это сделал. Рамзан Кадыров считает, что члены группировки «Исламское государство» не имеют никакого отношения к исламу. Они действуют по поручению спецслужб Запада и являются откровенными врагами мусульман всего мира. Сегодня Госдепартамент США подтвердил подлинность видеоролика казни Стивена Сотлафа. Репортера журнала Time, который находился в плену у радикалов, убили, как и другого американского журналиста, варварски. На показ обезглавили перед телекамерой. Расправу над репортерами исламисты учинили в ответ на бомбардировки американскими войсками баз боевиков в Ираке. Палачи потребовали от президента США прекратить авианалеты. В противном случае пообещали убить еще одного заложника, подданного Великобритании, Дэвида Хейнса. Осталась неделя до 13-й годовщины событий 11 сентября. Эксперты не исключают, что в этот день боевики дадут о себе знать. Любые угрозы должны всегда расцениваться крайне серьезно. А уже потом, в процессе анализа и сбора более детальной информации, можно поставить больше или меньше знак плюс или минус в отношении каждой из высказанных или появившихся в средствах массовой информации угроз. Но недооценивать эти вещи не рекомендуется. Анастасия Назарова, новости Содружества, Ирак. Лондон сейчас ищет любые способы спасения британского заложника. Как сообщил глава МИД Великобритании Филипп Хамонт, уже была попытка освободить Дэвида Хейнса, но она оказалась неудачной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова